Привет! Примерно пару дней назад появилась тема на форуме UWOV, где разработчик лаунчера UWOV рассказал, что сервер LegionDeb при скачке ихнего клиента просто-напросто блокирует возможность зайти на другой сервер, не позволяя зайти на любой другой сервер, кроме ихнего. Или просто во время попытки авторизации на другом сервере вы заходите на сервер LegionDeb. Сначала в список серверов, которые блокировались, входили основные русские сервера, такие как Circle, Firestorm, UWOV и так далее. А вот с выходом очередных дополнений список был расширен даже до зарубежных серверов. Ещё через некоторое время в клиент была добавлена и вовсе майнинг-система, которая в свою очередь приносит дополнительный доход серверу. Через время UWOV отвечает им той же монетой и взаимно блокирует их сервера в своей версии игры. Вскоре выходит тема на форуме LegionDeb, где говорится, что якобы вирус у UWOV и друга эпикового, который блокирует их сервера, можно исправить. Но через некоторое время тема была отредактирована и вместо фразы UWOV и их друга была замена на фразу стороннего игрового проекта. После некоторого времени, по словам того же разработчика, ему пришло письмо, с содержанием которого и шло то, что разработчик LegionDeb, который всё это и сделал, будет уволен. Сами разработчики сервера LegionDeb, судя по сообщению, не подозревали об его действии, и вскоре он будет уволен. Я не стану рассуждать, кто серверу виноват, может это было действие, чтобы испортить репутацию проекта, но я предоставлю альтернативную версию, как это могло происходить. По логике админов LegionDeb. Один разработчик LegionDeb решает одним хитрым способом подзаработать, в свою очередь добавляет майнинг в систему, с которого зарабатывает. А затем, чтобы избавиться от конкурентов, он блокирует все сервера, кроме ихнего. После разоблачения от разработчика WoW, его действия замечают, и в свою очередь его, возможно, уволят. А все негативные действия, которые он производил, будут убраны. Вот примерно так и звучит альтернативная версия LegionDeb. Эта самая теория появилась после того, как WoW ввела ответные санкции, и в сообщении, которые прислали на почту, чтобы взаимно снять блокировку. Примерно так и звучит вся эта ситуация. Лично я не ожидал такого, если еще майнить систему, можно оправдать тем, что сервер довольно мал, и возможно, работает свой улыбок, но вот блокировку сторонних ресурсов, это уже перегибает. Конечно, после всего этого, они вряд ли будут заниматься подобными, возьмутся за благие дела, но я сформировал свое мнение об этом проекте. В общем, я буду следить за новостями. Благодарю вас за просмотр. Удачи!